Привет всем! Пытаемся подводить итоги уходящей недели, не подводя никаких итогов. С вами Александр Герасимов. Знаете, на мой субъективный взгляд, главным событием, а скорее антисобытием этой недели, можно считать голосование в Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов, где было одобрено выделение более 14 миллиардов долларов на помощь Израилю, его противостояние с террористами Хамаса, а помощь Украине, а это на минутку почти 62 миллиарда, эта помощь задвинута на неопределенный срок. Если кто не в курсе, президент Байден еще в октябре подготовил пакетное предложение, в котором учитывались интересы обеих стран. Такой вот случился политический конфуз. Байден уже пообещал наложить вето на такое решение. В общем, началась тяжелая политическая игра. Можешь, конечно, долго рассказывать, кому и зачем все оно надо, но на поверхности материализовался совершенно очевидный факт. В мире отношение к войне в Украине стало меняться. И меня лично это начинает напрягать. Мне не нравится, когда побеждают всевозможные упыри и людоеды. Затевая эту чудовищную войну, Путин наверняка рассчитывал именно на такой сценарий. Запад покричит, покричит и устанет. А затем и мириться начнет. Вот уже появились первые контуры такой схемы. Рассказываю. Знаете, принято считать, что сделку можно считать выгодной, если обе стороны убеждены, что обманули друг друга. И вот в этом аспекте довольно забавным выглядит интервью главнокомандующего вооруженных сил Украины Валерия Залужного, которое он дал изданию The Economist. И в котором наговорил, ну, по украинским понятиям, думаю, лет на 25. Прежде всего сказал, что ситуация на фронте зашла в тупик. Предупредил, что фактически несостоявшееся наступление рискует перейти в затяжную и позиционную войну на долгие годы. Глубокого и красивого прорыва не будет. Хотя еще совсем недавно президент Зеленский говорил о том, что контрнаступление будет продолжаться и осенью, и грядущей зимой. Похоже, кто-то из этих двух джентльменов, как говорят в Одессе, крутит пуговку. Украинский главком, хотя его никто и не просил, признался в собственных ошибках и сказал, что он заблуждался, считая, что Россию можно сдержать огромными потерями в живой силе. Но оказалось, что 150 тысяч убитых солдат для Кремля совершенно не повод для прекращения войны, а то Залужный этого не знал. Впрочем, признавать ошибки, собственные ошибки, говорят, удел сильных людей, но, на мой взгляд, выглядит все это как-то довольно подозрительно, по меньшей мере. Признался он еще и в том, что контрнаступление было неправильно спланировано. Рассчитывали, что четырех месяцев будет достаточно, чтобы добраться до Крыма, ну, по 30 километров в день. На практике увязли на российских минных полях. Украинский главком пришел фактически к научному, ну, если считать военное дело наукой, открытию на фронте длительное время без перемен, потому как у обеих армий проблемы с технологическими решениями. Ну, уровень развития военной техники и в российской, и в украинской армиях сегодня таков, что они не в состоянии окончательно придушить друг друга. Необходим принципиальный технологический прорыв. Ну, как когда-то там, изобретение китайцами пороха, например, перевернувшее вообще все знание человечества о способах массового истребления людей. Как мне кажется, сказано это было для того, чтобы на всякий случай проложиться объяснялками относительно будущих возможных проблем. Нет прорывных военных технологий, они, насколько я понимаю, в ближайшее время не ожидаются, нет и побед на поле боя. И в этой связи заложенный делает вывод. Я так понимаю, что ради него все интервью, собственно, было построено. Вывод о том, что война с Россией может окончательно перейти в позиционную фазу, что абсолютно убийственно для Украины. По крайней мере, человеческий ресурс России больше раз в четыре, а стоимость этой самой человеческой жизни кремлевских рабов ничтожно мала. И вот так бы можно было и забыть об этом интервью, если бы не появившаяся практически параллельно с ним предвыборная президентская программа Алексея Арестовича, который уже довольно давно заявил о своей готовности занять кресло Зеленского. Так вот, программа эта прежде всего про то, чтобы принять так называемый план Киссинджера, то есть, внимание, прекратить боевые действия, остановить войска по сложившейся линии соприкосновения и принять Киевом обязательство не отвоевывать силы оккупированной России территории, за что НАТО принимает Украину в свои ряды, а судьба четырех захваченных областей и Крыма решается дипломатическим путем. И вот, на мой взгляд, интервью заложенного – это просто такое теоретическое обоснование того, что дальше с Россией уже воевать невозможно, и надо принять план обмена территорий на мир, но мир с НАТОвскими гарантиями. А тут еще в журнале «Тайм» в довольно влиятельном издании появляется огромная такая статья об усталости во всем мире от войны в Украине, разговоры в американском конгрессе о необходимости пересмотреть финансирование помощи Киеву, призывы республиканцев тщательнее, как говорит классик, контролировать правильность расходования выделяемых Киеву средств. Ну, в итоге вот и выделять-то уже перестали. И вот же появились сообщения о том, что офис президента Зеленского готов провести дополнительные консультации с Вашингтоном, Лондоном и Парижем по украинской формуле мира. А если вы помните, она в том, чтобы кремлевские оккупанты валили из Украины до границы образца 1991 года, с чем Путин был категорически не согласен. Что такое дополнительные консультации, можно только догадываться. И вот с учетом всех этих обстоятельств позволю себе предположить, что заложный не российским генералам пуговку-то крутит, а кому-то еще. И за содержание интервью американскому изданию ему не тюремный срок может выйти, а большая украинская, может и международная даже награда. Думаю, он ее, писав, давая интервью, имел такие в своих планах. Президент же Зеленский пока на этот счет ничего не сказал. Понять его можно в течение 20 месяцев отбиваться от армии путинских вурдалаков, когда практически все, без исключения аналитики, говорили, что разговоры о мире после таких потерь – это политическая смерть любого украинского политика, кто осмелится говорить об этом. И тут раз – и прокладывается новая колея. Ее еще трендом называют. И вроде как без участия Зеленского. Все это, мягко говоря, довольно странно, если сказать необычно. Тем более, если вспомнить мудрость, согласно которой сделка считается выгодной, если обе стороны убеждены, что обманули друг друга. Теперь немного зарисовок, что называется, из российского тыла. Смотрите, в профессиональной среде есть такое расхожее мнение, что настоящий психотерапевт не только поможет пациенту избавиться от страданий, связанных с ощущением собственной ничтожности, но он и в состоянии привить клиенту чувство гордости за нее, за ничтожность. У меня сложилось такое ощущение, что в Российской Федерации поработала такая довольно мощная команда психологов, избавившая значительную часть страны от всяческих страданий. Ну или это просто так война действует на людей? Многие такие действительно гордятся. К такому выводу я прихожу практически после каждого просмотра ленты новостей из России. Про гордость главного кремлевского диктатора Путина всем тем, что он успел натворить за последние годы, я говорить не стану. Высшее достижение его карьеры – война. В Украине сотни тысяч погибших на ней людей, чем, собственно, он и гордится. Пытается навязать эту гордость своим верноподданным. Страданий особых по этому поводу на вверенной ему территории я не замечал. Несмотря на это, среди российских пользователей интернета резко выросло количество запросов в Яндексе. Ну это такой сетевой поисковик запросов, связанных со смертью Путина. После недавних сообщений о кончении в Урдалако, где-то на Валдайской резиденции, фразы «Путин умер», «Путин сдох», «Смерть Путина», ну и похожие, набирали каждое не менее полутора, полумиллиона запросов. То есть по совокупности десятки миллионов путинских соотечественников после слива в телеграм-канале сообщения о его кончении радостно рванули в интернет удостовериться в этом. Их неприходящий интерес к теме продолжает поддерживать и тот самый канал, ну который генерал СВР, который почему-то до сих пор не закрыт российской военной цензурой. Труп диктатора по информации ресурса по-прежнему находится в морозильной камере президентской резиденции. А двойники Путина благополучно несут всевозможную чушь с экранов телевизоров. О двойниках мы еще чуть позже поговорим отдельно. Что касается населения России, по последним социологическим опросам более 70% граждан поддержали бы Путина, если бы он решил прекратить войну в Украине. То есть состраданиями от ощущения собственной ничтожности покончены. Вместе с тем около 60% опрошенных ни за что бы не отдали аннексированные украинские территории. Гордость прет через край. Любимец публики Медведев, тот, который бывший российский президент, на выход датского пивоваренного гиганта Карлсберг из бизнеса в России радостно заявил, что, цитирую, хрен вам, а не деньги, буквально хрен вам, после национализации всех датских заводов, поблагодарил даже датчан за инвестиции, которые сейчас работают на РФ и пополняют бюджет, идущий на оплату войны. Что это, если не гордость за собственную ничтожность? Ничтожность. А вот главный чеченец Кадыров так тут вообще всех превзошел, видимо, в результате обработки войной. После дагестанского антисемитского шабаша он выступил с инструкцией по работе с аналогичными беспорядками. Если кто выйдет на несанкционированные мероприятия, то по Кадырову надо сделать три предупредительных выстрела в воздух, четвертый в лоб. Именно в лоб. А если у кого есть желание расправиться с врагом, говорит близкий к Путину Кадыров, то тому прямая дорога в Украину, где настоящие сатанисты, фашисты и слуги дьявола, поддерживающие убийство палестинцев. Ну, явно парень после мощной психологической сессии. Довольно сложно без психоанализа объяснить слова российского министра Баруны Шойгу о том, что в случае, если Украина получит от стран Запада американские истребители F-16, то они будут уничтожены за три недели. Ну, точнее, за 20 дней. Он так сложил якобы подбитые за последние три месяца войны украинские самолеты в количестве 37 штук, ракеты Атакамс и еще полторы тысячи неназванных средств воздушного нападения. Разделил, видимо, на 90, ну, по количеству дней в трех месяцах. И получил вот такой радостный результат, от которого страны Доноры и Украина должны зайтись в приступе безысходности, а российские патриоты начать дзиговать и пить шампанское под звуки победных салютов. Прямо вот классическое превращение страдания в гордость под внешним воздействием, видимо. Это я вам еще про патриарха Кирилла с его ядерным православием не рассказал, про муфтия Татарстана Самигулина, призвавшего к нисхождению к участникам еврейского погрома, потому как охмурены они, видите ли, были сионистами, воюющими с младенцами. Промолчуя о том же Путине, который нашел-таки в экономических санкциях Запада против Кремля, существенный плюс. Чем меньше ввозится в Россию товаров, тем меньше возможности завести туда и постельных клопов. Клопы, насколько я понимаю, это уже не про психологию, это ближе к психиатрии. Война действует на людей, на каждого по-своему. Окей, идем дальше. Совершенно распустились на этой неделе путинские двойники, я вам скажу. А ведь на прошлой неделе еще предупреждал, что после сообщения о смерти кремлевского диктатора, внимание, к обличию, а главное, к содержанию всего того, что будут нести публику люди, похожие на Путина, внимание, это будет утроенным, как минимум. Вот вам, пожалуйста, первый прокол. Кто же может поверить, что не где-то там на провинциальной встрече с пионерами или шахтерами, а натурально в собственной резиденции в Новогорёво, на заседании Совета Безопасности, лично Владимир Владимирович Путин, обсуждая с кремлевскими подельниками разгула антисемитизма в Дагестане, Путин этот в состоянии перевести стрелки Махачкалинского погрома на войну в Израиле. Он же ведь, полагаю, ну если жив, конечно, должен быть в здравом рассудке, иначе как управлять ядерной державой. Он же не может рассказывать об уничтожении сотен тысяч ни в чем неповинных людей, которым просто бежать некуда, которым негде укрыться от бомбардировок, говоря о Палестине. В Палестине-то ведь никаких сотен тысяч погибших нет. Настоящий Владимир Владимирович ведь такими же речами просто спалиться мог бы. Это же про Украину все. Настоящий разведчик себе такого никогда бы не позволил. Ну, пока жив, по крайней мере. Я уж не говорю о пассаже того парня, сильно похожего на Путина, который в присутствии всего Совета Безопасности, а люди туда не с помойки пришли, полагаю, в присутствии этих уважаемых джентльменов заявил, что когда он смотрит на окровавленных детей, на погибших детей, на то, как страдают женщины-старики, как погибают медики, у него якобы кулаки сжимаются и слезы на глазах наворачиваются. Настоящий президент Путин, будь он жив. Такое уж точно никогда бы не произнес. Во-первых, за 20 месяцев войны в Украине он отправил на тот свет реальных несколько сот тысяч человек и бровью не повел. Какие там окровавленные дети и погибающие медики в Палестине? Какие, к черту, слезы у него на глазах? На один только Мариуполь посмотрите, сразу станет понятно, что Кремлем рулит двойник, нифига не понимающий ни в войне, ни в терроризме. Слезы у него, видите ли. Учиться еще и учиться. То есть спалились ребята по полной программе. Если ничего не путаю за двойников, то должна отвечать федеральная служба охраны. Получается, что эти пацаны не уследили за болезнью диктатора, не успели подготовить замену в полном объеме. Вот оно и вылезает все наружу очевидной лажи политической. И если хотите эмоционально, проморально, лучше не вспоминать. Разжаловать всех к чертовой бабушке и сослать в дальние сибирские гарнизоны российских губернаторов охранять. Или вот еще бред двойниковый. Ну, написали ему в администрации президента текст про формирование нового, справедливого и многополярного мира с равными правами и возможностями. Прочитал бы себя спокойно и отвалил. Нет. Вернул от себя, что Россия сегодня, Россия сегодня это лидер этого процесса, я имею ввиду многополярного мира, сражающаяся за принципы справедливого мироустройства на поле боя, теряя боевых товарищей, солдат и офицеров, а выбор настоящего российского мужчины, настоящего воина сегодня, взять в руки оружие и встать в строй со своими братьями, быть там, где решается судьба России и всего мира, включая будущее палестинского почему-то народа. Это я двойника процитировал. Это он так за патриотизм топил. Ну, разве настоящий Владимир Владимирович мог бы такое произнести? Мог бы забыть про денационализацию, там, демилитаризацию кровавого еврейского режима в Украине, про украинских демонов, там, боевых комаров? Да никогда. А этот двойник называется. От расстрела через повешение его, пожалуй, спасет только то обстоятельство, что он все-таки, прям как оригинал, рассказал байку про корень зла, про того самого паука, который пытается окутать своей паутиной всю планету и хочет добиться поражения России на поле боя, используя одураченных украинцев. Вот сказал, так сказал комар, комар нос не подточит, ну или паук. И, как положено настоящему, президенту России почти мастерски увильнул на повороте, оставив весь совет безопасности в неведении, кто есть паук, где все-таки искать тот самый корень зла, а коллег дать держать в тонусе, чтобы не расслаблялись. Ну, как учил оригинал Владимира Владимировича Путина. И последнее. До недавних пор я, да и, наверное, многие из вас, относился к 77-летнему 45-му по счету президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, ну, как минимум, неоднозначно, взвешивая и анализируя каждое слово и поступок, совершенный им на публике и ради публики. Как бы он не совсем в моем стиле, но после его заявления в Лас-Вегасе на совещании республиканской еврейской коалиции относительно ситуации в Израиле Трамп стал практически моим кумиром. Ну, по крайней мере, человеком номер один по части внешней политики в Соединенных Штатах. Он сказал то, о чем большинство его коллег, ну, как, впрочем, и значительная часть просто мыслящих жителей планеты, конечно же, размышляло, но никто не был в состоянии произнести это вслух. Ну, чертова политкорректность. А старина Трамп со свойственной ему прямотой громко назвал вещи своими именами. По его мнению, конфликт между Израилем и Хамасом не является конфликтом между двумя равными сторонами, а это борьба между цивилизацией и дикостью, между порядочностью и развращенностью, между добром и злом. Нельзя сравнивать группу людей, которая поклоняется смерти, с группой, которая дорожит жизнью каждого человека. Трамп полностью поддержал Израиль и его борьбе с террористической организацией Хамас. А я бы еще добавил, что это борьба с религиозным исламским фанатизмом, фактически со средневековым мракобесием, которое по неведомой мне причине культивируется как проявление мусульманского многообразия, с которым надо не бороться, а всячески поддерживать и оберегать. Особенно в части вот эти все дурацкие разговоры в американской университетской среде, в которой необъяснимым образом доминируют идеи демократической партии. Так вот, Трамп в этой связи добавил, что израильтяне, чудовищно пострадавшие от зверст Хамаса, будут полностью отомщены. Понятно, что он воспользовался этой темой, ну прежде всего в рамках своей предвыборной программы, обещал восстановить мир силой в случае, если станет президентом, и, как всегда, ничего не сказал, каким именно образом собирается это сделать. Но вот политическое заявление, что борьба с Хамасом, это битва добра со злом, это дорогого, надо сказать, стоит. Для того, чтобы понимать, что вокруг происходит, хорошо бы иметь внятные ориентиры. Трамп их расставил. Борьба добра со злом. Все вот эти демонстрации в поддержку Палестины, которые, как COVID-19, мгновенно захлестнули планету, то эти девочки в глухих паранжах, требующие неизвестно чего, эти студенты университетов, которые даже наспор не найдут на карте мира, где находится Израиль. Я говорю о совершенно офигевших от своего исламского фанатизма жителях российского Дагестана, которые под Аллаху Акбар толпой тут рванули на взлетно-посадочную полосу Махачкалинского аэропорта встречать евреев, прилетевших из Тель-Авива, усметая все на своем пути. Рванулись, как вы помните, эти очаровательные мусульманские парни к аэроплану, чтобы физически отмстить за невинных палестинских братьев по вере, которых якобы истребляют ненавистные израильские евреи. Таких высот исламского единения не было еще ни в одной стране мира. Мало того, что Кремль уже стала плотом борьбы, причем вооруженной борьбы государств-изгоев с американоцентричным мироустройством, я говорю о войне в Украине. Так теперь, воспользовавшись ситуацией, Путин фактически выходит в лидеры гонки антисемитов. Порвать евреев на части и то, что не пытались, но даже особо, по крайней мере, в открытую не предлагали вот эти вот люди, которые по городам и весям Европы и Америки проводят манифестации в поддержку Палестины. На самом деле, в поддержку Хамаса, потому как это одно и то же. А тут раз, и целый салон самолета, забитый прилетевшими евреями, порвать попытались. Не знаю, какую именно цель преследовали те добрые люди, которые окружили тот самолет, но цветов в их руках я как-то не заметил. Путин? Путин опять впереди планеты всей. Словом, ребята, самое время готовиться не только к авиационным, но и к банальным наземным еврейским погромам на территории России. Уехали оттуда еще не все. А как дальше пойдет, я лично пока просчитать не в состоянии. А Дональд Трамп был прав. Идет война между добром и злом. Войну ислама со всем миром ее пока никто не называет. Не подводя итогов на этом пока все, берегите себя, все будет хорошо, готовьтесь.